Всем еще раз добрый день! Вчера было такое у нас вводное занятие на тему того, что вообще изучает экономика и какие разные могут быть задачки, какой инструментарий здесь применяется. Сегодня мы начинаем, собственно, непосредственно знакомиться с некоторыми разделами микроэкономики, что успеем за оставшиеся пять дней. Ну, по поводу того, что можно использовать дополнительно для изучения микроэкономики и экономики в целом. До недавнего времени, наверное, не мог бы посоветовать какого-то единого учебника базового уровня, теперь он есть. Есть очень классная книжка Марии Байко «Азы экономики». Там есть разделы по микро, есть разделы по макро, поэтому, так скажем, крайне ее рекомендую. И написано очень таким живым, хорошим языком, и с кучей примеров, как таких, можно сказать, придуманных тестовых, так и всяких кейсов из российской жизни, потому что это наш учебник. Вторая книжка, ну, это как бы классика, это Грегори Мэнкью, ну, один из, наверное, ведущих мировых экономистов, который с большой вероятностью тоже получит своего Нобеля в свой. Сейчас, наверное, в ближайшие лет пять. И у него есть книга «Принципы экономик», с которой, опять-таки, можно пользоваться. Более толстая, более развернутая, но при этом, наверное, самое такое полное изложение как раз принципов, на которых строится экономическая наука. Дальше. Поскольку и у нас в рамках этих пяти оставшихся дней будет достаточно много различных задачек, ну, и вообще изучать экономику чаще проще на каких-то примерах, где можно что-то посчитать, посмотреть, какие результаты планируются, то рекомендую вот такой вот сборник задач, мой авторский сборник задач «Математическая экономика в задачах». Вот. Многие из этих задач мы будем и решать, и на самостоятельных, которые тоже будут, будет что-то похожее на изложенное внутри. Значит, внутри задачи от самых простых, которые, собственно, решаются, ну, буквально в одно действие знать бы только, какое действие применить. Ну, и до более сложных задач, которые я предлагал на различных олимпиадах как стаж-классников, так и студентов. Я вхожу еще в состав Центральной методической комиссии в сервисе по экономике, поэтому вот то, что применяется там, вот здесь в этом сборнике тоже представлено, ну, в плане того, что я разрабатывал. Со звездочкой задачки посложнее, с двумя звездочками, ну, совсем задачи либо уровня победителя в сервисе, либо каких-то победителей студенческих олимпиад. Ну, и две книжки, которые скорее ближе к тому, что было вчера. Разные разговоры о экономике и о том, какие вопросы она помогает решать, приходя иногда к не самым тривиальным, иногда даже к контр-интуитивным выводам. Вот. Это книга Сергея Гуриева, бывшего ректора российско-экономической школы, который в 2013 году был вынужден покинуть Россию. В течение шести лет был, значит, главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Ну, и сейчас срок кончился. Он сейчас работает в Париже, в Сорбонне. И меньше месяца назад было очень такое знаковое интервью в программе «Дудя», которая уже там 10 миллионов просмотров получила. В общем, очень интересно рассказывает, в том числе про современную российскую экономику и что ее ждет, и что могло бы быть, и что нужно иногда делать. Вот. И вот у него есть книга «Мифы экономики», где он развечивает большое количество мифов. То, что большинство считает, что это так, на самом деле это может быть совсем наоборот. Вот. Ну, и его коллега, значит, Константин Сонин тоже из Рыжки изначально, потом он долгое время работал в Высшей школе экономики, вот, в том числе в должности проректора. Ну, и он был связан с организацией бакалавриата совместного Рэй Шевше. Вот. Сейчас основное место у него работы в Чикаго. И вот у него, опять-таки, буквально на днях, вот нынче в сентябре, вышло второе издание вот этой вот книжки, которая представлена здесь. Ну, и оно, конечно, немножко изменилось. Все-таки пять лет с первого издания прошло. Вот. Там какие-то даже новые главы появились, подзаголовок, там что-то связанное с нефтью. Вот. Ну, старая версия, равно как и все вот эти вот книжки, я сегодня выложил на канал, значит, в группу «Байкал Риддингс». Так что, кто еще не подписался, подписывайтесь. Ну, либо можно просто зайти и все эти материалы доступны в свободном доступе. Вот. Вот здесь еще раз эта группа. Ну, дополнительно рекомендую сайт «I love economics», который ведет Данила Федорова, который здесь тоже был в прошлом году. Вот. И там большое количество задач, а также всякие форумы для общения людей на темы как раз экономики. Из таких общеобразовательных, опять-таки в тему того, что изучает современная экономическая наука. Есть шикарный курс «Рэш экономика просто о сложном». Здесь, опять-таки, есть прямая ссылка в презентации. Могите просто кликнуть и зайти туда. Вот. Ну, а вообще через Google или Яндекс ловится очень легко. Ну, опять-таки, в группе «Байкал Риддингс» с отдельной папкой сложены все 16 видео с ссылками на презентации и тому подобное. То есть это 16 лекций от микро и макро базовых, продолжая международной торговлей, экспериментальной экономикой, финансами и так далее, и так далее. Вот. То есть такой вот, то, что называется «Editheyment» в Москве, в зале политехнического музея, там по тысяче человек на каждую лекцию набиралось. Там в интернете, конечно, смотрело еще больше людей. Ну и как альтернатива, значит, на «Курсере» есть курс «Базовые микроэкономики», в исполнении уже упоминавшегося здесь Константина Сонина. Вот. То есть как альтернатива тоже очень хорошо использовать. Значит, все материалы, которые есть у меня, опять-таки, выложены. То есть я, опять-таки, сегодня выложил весь видеокурс из 9 лекций по микроэкономике. Большая часть из этого мы попытаемся в немножко ужатом виде, но разобрать. Вот. Но в более полном виде, или кому что-то пересмотреть надо, все там присутствует. Вот. Ну, это вот такое вот введение по поводу литературы. Вот. А теперь, наверное, перейдем, собственно, к самой микроэкономике. Большую часть сегодня мы будем не с презентацией работать, как и в последующие дни, наверное. Потому что презентацию потом можно посмотреть и все эти материалы скачать. Вот. А мы будем, наверное, просто так воспринимать с доски на слух. Поэтому рекомендую большую часть вещей, которые будут звучать, как-то себе помечать. Хотя бы в кратком виде. Ну, и будет уже некоторое количество задач, связанных с базовой микроэкономикой. Значит, ну, уже вчера мы говорили, что если мы разбираем какие-то экономические темы, то, скорее всего, чаще всего, речь пойдет о какой-то связи с деньгами. То есть будут какие-то товары, будут какие-то потребители, будут какие-то фирмы, которые производят эти товары. И вот микроэкономика изучает их по отдельности. Значит, можно даже какое-то такое определение составить. То есть микроэкономика – это раздел экономики, который изучает отдельных потребителей, отдельных производителей и рынки отдельных товаров. Если мы рассматриваем рынок отдельного товара, на этом рынке, ну, самый главный показатель – это цена. P. От английского слова price. Цена. Тоже в простом варианте, когда мы приходим в магазин, это цена фиксированная. То есть кто бы ни покупал, там указано, что там пакет молока стоит 59 рублей. Вы можете взять любое количество, от этого не изменится. Есть, конечно, более сложная схема ценообразования. Например, ценовая дискриминация. Разные люди могут покупать по разным ценам. Например, есть дисконтные карты, есть скидки пенсионерам, есть какие-то оптовые закупки. Даже в магнит заходишь, там написано, если вы 5 плюс 1 покупаете, значит, 6 получается бесплатно. То есть за 5 вы платите 1 дополнительная. Но это некие усложнения, которые, в принципе, погоды не меняют. То есть их, конечно, часто нужно учитывать, но в базовом варианте у нас будет просто пока стандартная цена P. Q от английского quantity – это объем продаж. То есть, опять-таки, в каких-то штуках, литрах, килограммах, тоннах и так далее измеряется данное количество. Нас, конечно, будет интересовать, сколько именно товара продано, нисколько человек хотел купить, но не мог, нисколько мог, но не хотел. Такое тоже иногда бывает. А сколько именно транзакций было совершено, соответственно, в каком количестве данная продукция была продана. Снова возникает вопрос, где у нас границы товара, потому что можно рассматривать какой-то абстрактный сахар. Если в магазине есть его 5 сортов, то вполне возможно, что нам не стоит его объединять, особенно если какой-то кусковой, какой-то развесной и так далее. Соответственно, если мы цену умножаем на количество, то мы получаем выручку тот уровенью, или суммарная выручка, или просто выручка. То есть это то количество денег, которое фирма получает за проданный товар. Ну, соответственно, сколько все потребители в совокупности за этот товар заплатили. Если магазин продал 100 пакетов молока каждый по 59 рублей, то он заработал в этот день 5 900 на этом конкретном товаре. Ну, а из этого складывается совокупная выручка, совокупный денежный поток, то, что является доходами фирмы по всем товарам за этот день. Дальше может суммировать по дням. Кроме выручки, кроме тех доходов, которые получает фирма, она несет и некоторые издержки. TC обозначение стандартное, Total Costs. Это суммарные издержки. Пока мы будем писать просто издержки. То, во что фирме обошлось производство данного товара. Если она является сама производителем данного товара, соответственно, это расходы и на оплату труда, и на сырье, на материалы, на комплектующие, на рекламу, транспорт, взятый кредит, по которому нужно платить проценты и так далее, и так далее. То есть, все деньги, которые она должна кому-то отдать, вот это издержки. Если мы рассмотрим каких-то посредников, те же самые магазины, то у них, в общем-то, все достаточно похоже, потому что есть затраты на приобретение где-то у оптовиков данного продукта, есть оплата вот тех вот помещений, в которых происходит торговля, есть оплата труда людей, которые там работают, ну и так далее. То есть, чем бы фирма ни занималась, все равно есть выручка, есть издержки. Ну и что хочет фирма? Значит, критерии деятельности фирмы. Ну, мы уже вчера говорили о том, какой правильный критерий. Сейчас, наверное, остановимся на пару минут еще раз. Почему? Потому что, ну, опять-таки, к вопросу о миф, который возникает в экономике, ну, очень часто говорятся определенные фразы, которые никакого смысла в строгом понимании не имеют. Ну, например, что говорится, скажем, про монополию. Монополист задирает цену, он ставит, устанавливает максимальную цену, да, то есть, цена, чем больше, чем лучше. Является ли это верным критерием? Нет, потому что, если мы установим цену миллион, просто никто не купит, и фирме совершенно все равно, что у нее там на ценнике написано, потому что денег она живых не получит нисколько. Поэтому этот критерий не является правильным. Какой другой возможный критерий? Что еще часто говорится? Что фирма старается максимизировать сбыт продукции. Чем больше продать, тем лучше. То есть, критерий максимизация объемов продаж. Как мы можем продать очень много? Раздавать даром, да? А лучше еще и доплачивать. Вот тогда просто неограниченное количество у нас будет. Естественно, фирме это невыгодно, потому что издержки у нее есть, да и даже если просто даром раздать, кроме морального удовлетворения, фирма ничего не получит. Значит, это тоже не критерий. Часто говорят, что фирма минимизирует издержки. Ничего не производить, издержки ноль. Закрылись. Ну, в некоторых ситуациях, когда действительно продажа идет в убыток, это возможный вариант действия фирмы. Вот, но это уж совсем какая-то такая странная ситуация на рынке с очень низким спросом, там, в какой-то ситуации глубокого кризиса, причем фирма занимается не весь чем, производит то, что никому не нужно по разумным ценам. Вот, естественно, в стандартной ситуации ничего не производить и получить нулевые издержки, это тоже не вариант. То, что, наверное, чуть-чуть поближе к истине. Мы должны получить максимальные доходы. выручка максимизируется. Значит, заметим, поскольку выручка, а выручка у нас, как известно, это произведение цены на объем, то вот в этом показателе сидит и максимизация цены, и максимизация объема, которые одновременно, на самом деле, максимизироваться не могут. Чем больше цена, тем меньше покупателей будет у фирмы. Но в произведении уже достигается некий баланс. Мы должны продавать по такой цене, чтобы все-таки зарабатывать, а не работать в убыток. С другой стороны, мы не можем задирать цену, чтобы она не была слишком большой и покупатели не отказались от покупки нашей продукции. Тем не менее, вот взяли какую-нибудь такую ситуацию. Пускай, значит, один вариант, что мы продали продукции на 10 миллионов. ТР1 равняется 10 миллионов. А при этом издержки ТЦ1 равняется 9 миллион. Ну, в общем-то, мы работаем даже вполне себе в плюсы. В некоторых других ситуациях могла бы эта ситуация быть вполне приятна. Но у нас есть, например, какая-нибудь другая альтернатива. То есть, мы устанавливаем более высокую цену. Мы понимаем, что при этом у нас часть покупателей уйдет с рынка. Ну, допустим, у нас выручка тогда упадет до 6 миллионов. Но поскольку мы продаем меньше, то издержки у нас тоже падают. И, например, издержки будут равняться 4 миллионам. Какая ситуация лучше? Первая или вторая? В первой прибыль у нас 10 минус 9 равняется единице. А во второй ситуации продали 6 на 6. Издержки у нас составляют 4. Прибыль во второй ситуации равняется 2. 2 больше, чем единица. Поэтому, формально говоря, если мы рассматриваем рациональную фирму, которая максимизирует прибыль, то вторая ситуация лучше, чем первая. Поэтому, опять-таки, максимизация выручки это не основной критерий. Ну, единственное, в некоторых отраслях у нас издержки не зависят от объема производства. Или почти не зависят. У нас будут постоянные издержки. Ну, скажем, мы производим какой-то программный продукт. Очень дорого его стоит произвести. Программистам нужно достаточно хорошо заплатить, чтобы этот программный продукт появился на свет. А вот дальше тиражирование его почти ничего не стоит. Ну, с поправкой на это почти мы можем рассматривать задачи максимизации выручки. Или фирма организует какие-то массовые мероприятия. Организует какой-нибудь стадионный концерт какой-то группы. Ну, и понятно, что пришло туда тысячи человек, пришло 20 тысяч человек, издержки от этого почти не изменятся, потому что стадион все равно нужно будет снять, группу все равно нужно пригласить, гонорар заплатить, ну, и все прочие издержки, они будут присутствовать. Ну, отличия там могут быть чуть больше security нагнать, чуть больше потратиться на какие-нибудь там на продажи, на билеты напечатать. Разница, конечно, может быть, но это настолько небольшая величина в сравнении с постоянными издержками, что опять-таки это можно иногда игнорировать. Вот в таком контексте иногда мы можем рассматривать задачи максимизации вырыжки, но в любом случае, если мы решаем правильную задачу максимизации прибыли, то, конечно, это подпадает под вот этот общий случай, то есть у нас просто если постоянные издержки это единственная составляющая в издержках, задача максимизации прибыли просто совпадет с максимизацией выручки. Если у нас есть переменные издержки, то уже будут разные результаты, именно максимизация прибыли даст нам правильный итог. О чем здесь еще можно немножко порассуждать? Ну, вот, есть ли какие-то преимущества у первой из возможных ситуаций? То есть у нас здесь большие продажи, правда, большие издержки и меньшая прибыль. Формально говоря, можно придумать ситуацию, когда первая ситуация для фирмы выгоднее, чем вторая. Ну, например, фирма рассматривает игру в долгую и вот если мы завоевали вот этот вот рынок, мы продаем много продукции, у нас есть много постоянных клиентов, эти постоянные клиенты потом в будущем будут продолжать покупать продукцию и, соответственно, обеспечивать нам будущее прибыли. здесь мы продаем больше, то во второй ситуации, где прибыль сегодняшняя оказывается больше, в будущем мы будем иметь меньше. Ну, здесь, конечно, вопрос, какой временной горизонт, ну, и в каких-то таких учебных примерах, естественно, мы будем рассматривать тот горизонт, на котором рассматривает задачи, у нас есть какой-то годовой или месячный или иной спрос, есть какая-то функция издержек у фирмы, и мы не будем думать о том, что там будет дальше. Если мы рассматриваем чуть более сложную ситуацию, которая приближена к реальности, конечно, у нас решается та же задача максимизации прибыли, но эта прибыль складывается с прибыли сегодняшней, с прибыли завтрашней, послезавтрашней, через 5 лет, через 10 лет и так далее. Но с всеми вытекающими последствиями, что то, что мы получаем, например, миллион рублей через 10 лет, для нас, конечно, не миллион, это гораздо меньше по ценности сумма, соответственно, появляется необходимость в дисконтировании, использование некого обнователя, который споставляет сегодняшние и будущие прибыли и убытки. Ну и таким вот образом мы можем учитывать вот эти долгосрочные потоки денежных средств, которые фирма получает. Если мы рассматриваем какую-то реальную фирму, то, наверное, она производит не один товар, а много товара. Поэтому тоже вот этот упрощенный взгляд, он может не вполне соответствовать реальности, то есть нас будет интересовать не вот эта прибыль от отдельного продукта, а совокупная прибыль от всего, что фирма производит. Ну и конечно вот такая задача для нас вполне является правильной, если все эти продажи не взаимосвязаны, а вот если например фирма выпускает несколько заменителей, которые работают на разные группы людей, то вполне возможно, что расширение продаж одной группы, которая увеличивает прибыль, просто съедает прибыль от другого товара, который производится этой же фирмой. Так называемый эффект каннибализации, вполне себе экономический термин, когда фирма как бы сама себя съедает, то есть в принципе на самом деле посмотреть какие-нибудь отчеты каких-то отделов продаж и там можно часто прочитать, что вот мы выпустили на рынок такой вот новый классный продукт, он очень хорошо продается, вот наша динамика, вот настолько-то выросли продажи за этот год, такая-то прибыль была получена и какие мы молодцы, дайте нам хороших премий. вот в итоге выясняется, что конечно здесь мы заработали на 15 миллионов больше на этом продукте и конечно мы молодцы, что его выпустили, но при этом у нас по всем оставшимся продуктам в совокупности произошло то же самое сокращение на 15 миллионов, то есть мы просто перешли с одного продукта, перевели потребителей с одного продукта на другой продукт, то есть это конечно по-хорошему нужно учитывать и вот не всегда ясно где у нас достигается вот эта вот граница рынка внешний эффект это конечно то, что в экономике важно учитывать но это вот такие вот наметки как приблизить все-таки вот эти вот простенькие экономические задачки к практике там конечно такого совсем простого ответа у нас не будет итак фирма максимизирует прибыль продавая данную продукцию с другой стороны потребитель выбирает что покупать исходя из имеющихся у него предпочтений исходя из цены данного продукта исходя из цен других продуктов и так далее то есть у нас есть две стороны производители и потребители они объединяются на неком пространстве которое мы называем рынок и вот первая тема которую мы будем изучать в рамках курса микроэкономики это рынок одного товара теория спроса и предложения теория спроса предложения да кстати мне вот говорили что у вас идет сейчас какой-то курс где фрагменты экономики есть да вот у вас там спрос предложения точка равновесия были или нет считали что-нибудь такое или определение ну хотя бы графики рисовали не было да ну тогда тогда будем возмещать в рамках этого курса вот ну тогда по крайней мере вы знаете что такое спрос наверное попробуйте сказать определение спроса вот своими словами там него не важно как что что такое спрос 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 кого описывает потребителей а что а что это такое в чем измеряется спрос в рублях в штуках там не знаю в чем-нибудь еще в процентах вот например спрос на молоко составляет не знаю тысячу рублей правильное утверждение нет хорошо спрос на молоко составляет тысячу пакетов молока в день это уже поближе да вот а что в этом определении не совсем хорошо а всегда спрос будет тысяча пакетов в день а если даром раздавать молоко его тысячу возьмут нет возможно возьмут больше а если цена будет по 300 рублей за пакет молока то наверное его возьмут гораздо меньше то есть это зависимость сколько штук мы купим за каждую из возможных цен вот давайте запишем уже полное определение чтобы она у вас в памяти в том числе осталось так спрос это количество товара спрос это количество товара которое потребитель количество товара которое потребитель желает и способен желает и способен приобрести за определенный промежуток времени желает и способен приобрести за определенный промежуток времени по каждой из возможных цен по каждой из возможных цен по каждой из возможных цен значит здесь есть три важных аспекта на которых стоит остановиться значит первый из них это желает и способен может ли человек желать но не быть способным денег нет да-да я вон хочу себе майбл купить но как-то мне не хватает зарплаты может человек быть способным но не желать богатый человек вечером возвращается мимо хлебного киоска идет он может его целиком скупить но ему не нужно столько хлеба значит важно чтобы он желал и был способен то есть интересует естественно фирму платежеспособный спрос то есть которая реализуется в транзакциях в покупку товара второй аспект за определенный промежуток времени значит мы рассматриваем какой-то усредненный спрос спрос суточный спрос недельный спрос месячный спрос годовой то есть вот такие вот штуки могут присутствовать при этом ну мы должны понимать что конечно люди ведут себя совершенно случайно в один день чуть больше в другой день чуть меньше но вот например по такой цене при прочих равных условиях в среднем продается тысяча пакетов молока в день вот здесь есть опять-таки при оценивании спроса если эта фирма допустим проводит маркетинговые исследования то есть довольно много всяких подводных камней как их нельзя проводить ну что обычно фирма может сделать ну например взять и организовать распродажу там скинула 30 процентов там наклеила желтые ценники и смотрит насколько потребитель прореагировал вчера была задачка на 30 процентов цену понизили выгодно или невыгодно фирме таким образом поступать вот ну допустим у нас в первый же день продали в три раза больше товара чем до этого после этого выгодно ну казалось бы да по итогам одного дня выгодно правда значит первое приближение что здесь может быть не совсем так а если бы вы просто наклеили желтые ценники на этот товар и оставили цену предыдущую у вас точно бы ничего не поменялось вполне возможно что человек просто реагирует смотрит только те товары которые с желтыми ценниками ему по большому счету наплевать на цену то есть есть вот такой вот фактор есть фактор то что возможно этот товар который со скидкой он где-то возле касс находится в удобном месте все мимо него проходят все его берут то есть возможно было достаточно перетащить его на другое место и люди бы уже стали покупать второй фактор третий фактор вполне возможно что где-нибудь баннер повесили что вот в нашем магазине такой-то товар дешевый вот с какого-нибудь там с 20 октября по 31 октября он продается дешево вот по такой-то цене там красивая вывеска ну вот и соответственно люди приходят за ним соответственно это добавочный эффект эффект от рекламы разделить их ну не тривиальная задача так скажем то есть в любом снижении цены часто присутствует несколько факторов значит это первая штука вторая штука ну продали мы например в три раза больше и на следующий день продали например в два раза больше проходит неделя все закупились этим товаром и он им больше не нужен и соответственно если например вернуть цены на прежний уровень то его вообще некоторое время перестанут покупать потому что все там затарились на полгода вот и все и теперь ждут пока у них запасы дома закончатся если товар ну по-прежнему будет продаваться дешево ну наверное мы все-таки будем продавать его в большем количестве чем раньше но возможно не в три раза на те самые 40% больше то есть вот этот вот исходный пик он был связан не с усреднением изменения объемов продаж а с тем что ну в первый день конечно люди кидаются на подешевевший товар склонность где-то сэкономить у многих присутствует и соответственно мы наблюдаем вот этот вот ажиотажный спрос вот поэтому вот здесь надо быть аккуратным и если говорить про маркетинга исследования вот с поправкой на при прочих равных условиях тут много-много надо всего учитывать ну некоторые вещи вот сейчас были озвучены но тем не менее понятно что чем ниже цена тем больше объем продаж данного товара естественно вот это третий пункт что неправильным подтверждением является что спрос на товар составляет 1000 штук мы не знаем по какой цене спрос на товар 1000 штук это означает что по любой цене будем отдавать даром будет 1000 будет большая цена будет 1000 вот но предельная полезность опять-таки для разных людей разная и закон обывания предельной полезности чем больше у людей товара тем меньше предельная полезность то есть в принципе она аналогичная штука возникает от откуда у нас и возникает желание покупать меньше по большей цене потому что нам немножко этого товара там допустим если соль стоит ту сумму которая по которой она продается мы вообще не задумываясь о том что нам нужно ее купить даже про про деньги никто не думает слишком немного она стоит стала она стоит 100 рублей откажемся от соли ну полностью точно нет но где-нибудь может меньше будем капусты красить ну вот если цена 1000 рублей ну подумаем они для каких-нибудь приправ которые заменяют да то есть полностью опять-таки отказаться не вкусно но мы уже начнем думать о чем ее можно замещать и если какие-то альтернативы которые более разумно соответственно вот в этом и есть влияние цены на поведение потребителя то есть от небольшого количества мы легко отказываемся а полностью отказаться нам довольно тяжело что мы в итоге получаем мы получаем зависимость пока зависимость будет нарисована в координатах pq которые менее распространены в экономике в экономике начиная с маршала как-то все привыкли к обратным кризантам когда аргумент по сердино то функция по оси абсцисс расположен как-то вот так наклоняю голову на 90 градусов в некоторых разделах например в теории фирмы это удобно в некоторых других разделах например теории спроса предложения и когда мы изучаем эластичность это менее удобно поэтому просто в какой-то момент приведу к мысли что на самом деле спрос это просто зависимость между двумя величинами причем монотонная зависимость значит здесь у нас п цена здесь у нас q объем и спрос это некая убывающая зависимость вот у нас цена высокая цена p1 мы продаем дорого и мы продаем при этом мало объем коде а вот если мы организуем распродажу и начинаем продавать по цене p2 цена снижается то продажи выросли 2 спрос обозначается буквой d английского demand спрос и собственно спросом является вся вот эта вот зависимость спрос это не . спрос это целиком зависимость между ценой и объемом продаж ну и заметим что есть какие-то гипотетические цены которые никогда не реализуются да то есть понятно что пакет молока не будет продаваться по 1000 рублей в магазине в обозримом будущем тем не менее есть спрос при такой цене есть но он близок к нулю наверное да то есть если у нас есть заметили с остальными товарами ничего не происходит то спрос просто будет скорее всего строго нулевой если мы будем продавать молоко по 5 рублей но тоже наверное мы не встретим в возле вам будущем скорее всего никогда такую цену на молоко тем не менее есть функция спроса при такой цене вот сколько бы люди потенциально покупали если его была цена 5 рублей но наверное покупали бы очень много потому что в этот магазин ринулись бы много много покупателей со всех окрестностей но то есть так скажем весь майку бы пошел в этот магазин вот жители иркутска наверно все-таки не поехали даже зная что здесь цена 5 рублей потому что авиабилет все-таки стоит существенно дороже вот даже даже если покупать опытом его здесь но тем не менее вот можно попытаться оценить естественно чем больше отклонения от реальных цен тем менее точно оценивается вот эта вот функция спроса ну а реальность собственно такова что у нас есть некий набор точек которые соответствуют реальным ценам реальным продажам за разные дни то есть фирма меняет цены покупатели каким-то образом иногда больше иногда меньше покупают этот продукт вот соответственно у нас какое-то такое облако данных и мы пытаемся построить некую функцию но обычно простую функцию типа линейный или там функция обратный пропорциональная которая хорошо описывает эти данные вот это вот собственно функция спроса такой тоже немножко каверзный вопрос распродажа меняет спрос или нет ну на первый взгляд конечно там распродажа начинается и все сразу ринулись покупать товар вопрос действительно каверзный что мы называем спросом спрос это вся вот эта вот зависимость а что такое распродажа вот у нас была изначально цена высокая и маленький объем продаж . b а после распродажи мы перешли в точку b где ниже цена и выше объем продаж но это . лежит на той же самой кривой спроса вот эта штука называется изменение величины спроса и ни в коем случае изменением спроса целиком как функции она не является то есть это та же самая функция спроса мы можем подъезжать цены повышать цены что-то среднее устанавливать еще сильнее распродажу делать переходить в элитный сегмент перейти сюда то есть мы можем двигаться по кривой спроса как угодно это будет та же самая кривая спроса а вот что означает сдвиг спроса то есть когда вы перешли на другую кривую спроса у нас что-то произошло и по каким-то причинам кривая спроса сдвинулась то есть у нас например по высокой цене раньше продавалось мало теперь продается каким-то причинам больше чем раньше а по низкой цене еще больше это положительное изменение спроса может быть это негативный фактор сказался и спрос по всем ценам упал то есть это вот такие вот передвижения вверх вниз или в координатах купе вправо влево здесь мы не можем точно сказать там в какую сторону там вверх вниз вправо влево без разницы главное что мы переходим на какую-то другую кривую спрос и вот вопрос ключевой а какие факторы могут это изменение вызвать собственно следующая такая небольшая под тема это не ценовые факторы сдвигающий спрос не ценовые факторы сдвигающий спрос реклама что реклама делает значит это все в совокупности можно назвать изменение предпочтений потребителей изменение ну и можете написать в том числе реклама в том числе мода в том числе любая информация об этом товаре там где-нибудь написали что не знаю яблоки есть полезно со статья какая-то все начали цитировать там какой-нибудь хайф в интернете подняли вот что происходит спрос на яблоки возрастает люди которые раньше не хотели покупать теперь готовы заплатить за них деньги спрос вырос то же самое там моду что-то вошло спроса вырос товар вышел из моды спрос упал обратно второй фактор для россии такой довольно актуальный сезонность то есть спрос летом и зимой на многие товары не на все конечно товары но на многие товары разные готовимся к лету покупаем там байки купальные костюмы и так далее наступает зима пошли в магазины теплая одежда сноуборды и так далее сезонность ну и собственно почему вот весной распродажи каких-нибудь там зимней коллекции потому что по прежним ценам люди не готовы покупать спрос упал да если ждать следующего года то потребуется и все склады содержать и тому подобное ну кроме того и таки уже да про про прошел год это уже прошлогодний товар расстается спрос ниже и чтобы его все-таки распродать пускай даже и с некоторыми дополнительными издержками можно снизиться то есть сезонность она влияет третий фактор а люди все одинаково товары покупают вот даже если сравнить не знаю какой-нибудь спрос на авиабилет вот сейчас и 20 лет назад он одинаковый а если даже еще чуть поменьше посмотреть период в четырнадцатом в пятнадцатом году он одинаковый насколько вы вы застали родители наверно тоже точно хорошо помню тому что что там в пятнадцатом изменилось по сравнению с четырнадцатым курс доллара в два раза изменился да вот но и в целом как бы жить стало немножко тяжелее вот поэтому ну по крайней мере в зарубежные поездки стали ездить сильно сильно меньше то есть по зарубежным направлением падение порядка двадцати процентов по российским направлением порядка десяти процентов снижение при при в общем-то глобальном тренде на то что сейчас летают люди гораздо больше чем ну даже там на пике восьмого года когда вроде как считается максимальная точка экономического рост последний год высоких темпов роста но тем не менее сейчас еще больше сейчас в принципе люди ну наверное чуть-чуть еще богаче стали в сравнении с тем периодом но в отдельные годы есть провал то же самое в девятом году относительно восьмого был достаточно сильный провал потом восстановление ну вот то есть что влияет влияет доходы а как дохода влияет чем больше доходы тем больше мы товаров покупаем или не так ну а как это выражается в конкретных объемах спроса значит позволить мы точно можем всех товаров больше вот то есть у нас есть разные группы товаров есть товары которые называются нормальные товары нормальные товары значит доходы по английский инком соответственно означает сейчас все буквой ай и вот если доходы растут то спрос растет но люди могут больше этого товара себе позволить соответственно больше его и покупают вот таких товаров наверное большинство ну например доходы на вырастают на 10 процентов людей там на 10 процентов больше одежды в среднем тратить больше там на сколько процентов продукты питания больше покупают машины больше ездит там за границу и так далее есть товары первой необходимости вот люди стали богатые спрос на соль как-то изменился никак и на хлебная на особо не изменился и на молоко наверное сильно изменится то есть мы понимаем что эти товары люди ну при некотором диапазоне доходов будут покупать в одном и том же количестве то есть неважно пенсионер ты или миллионер там хлеба молока те нужно примерно в одном том же количестве там по мясу уже будет какое-то отличие например что пенсионеры где-то экономит покупают более дешевое но человек например с доходами там скажем 100 тысяч рублей и 100 миллионов рублей уже наверное не сильно будут отличаться по этому показателю зато очень сильно будут отличаться по каким-то другим показателям по яхтам там по недвижимости по ювелирным украшением и тому подобное значит товары первой необходимости доходы растут а спрос неизменный ну и как как раз было сказано что есть некие товары на которые люди переходят когда начинает быть более богатыми соответственно с каких-то товаров они уходят это некачественные дешевые заменители от них люди отказываются когда доходы растут это товары называется товарами низшей категории ну или еще они называются инфериорные товары инфериор гуд даю и такой термин просто в некоторых книжках в том числе переводных книжках слова инфериорные товары и сама по себе встречается чтобы не пугал какой-то страшный непонятный термин вот так вот для этих товаров рост доходов приводит к сокращению спроса ну вот очень яркий пример по поводу вот этих вот товаров криз 98 года куда более серьезный чем и в 8 9 и 14 15 то есть когда доллар обвалил сразу в четыре раза и доходы собственно очень многих людей стали сильно-сильно меньше а цены стали сильно-сильно больше особенно импортный товар соответственно если люди до этого в каких-то бутиках покупали вполне себе нормальную импортную одежду то после августа 98 года они перестали иметь такую возможность совсем что они вынуждены делать ну что-то надевать все-таки на себя надо вот они пошли в секонд-хенды то есть пышным цветом расцвело огромное количество секонд-хендов которые были очень рады наступлению кризис то есть вопрос есть ли фирмы которые рады тому что в стране все плохо есть это фирма которая производит товары низшей категории кстати они далеко не всегда производит что-то уж совсем такое плохое то есть это какие-то просто бюджетные дешевые модели где ориентиры именно на цену да там может быть без особых изысков но вполне ими можно пользоваться с другой стороны если идет бурный экономический рост доходы растут люди переходят на что-то более дорогое ну хотя бы там и показать статусность иногда но вот помимо определенных новых функций которые вот у этих товаров есть значит третий пункт 4 пункт конечно мы не живем в мире где продается один отдельный товар товаров там мем миллионы десятки миллионов сотни миллионов наверное мире вот и соответственно многие из этих товаров взаимосвязаны ну как уже говорилось что есть вот этот эффект каннибализации когда фирма выпускает новый товар для него вроде все хорошо продажи выросли оказывается что просто люди перешли со старого товара на вот этот новый естественно поведение на рынке одного товара может как-то влиять на то что происходит на другом рынке в первую очередь конечно влияние цен происходит цены меняются быстро поэтому это сразу можно заметить цены на другие товары еще один фактор который сдвигает спрос а если на другого товара например растет то что будет со спросом на данный товар или то другой вырос подорожал то есть опять-таки важно рассматривать разные группы товара первая группа это товары заменители заменители или субституты сабстит юшин тоже русской литературе иногда встречается термин субституты поэтому тоже тоже не пока не пугайтесь значит товара заменители если цена заменителя выросла заменитель покупать теперь не хотят спрос на него падает а что людям делать переходить на наш с нашим ничего не происходит но к нам тут части виде большого количества клиентов привалило спрос на наш товар растет значит это один возможный вариант ну и наоборот если конкурент снизил цену то если мы ничего не меняем то скорее всего мы лишимся большой части наши покупатели спрос упадет есть товары дополняющие дополняющие товары или как они еще называются комплименты комплимента ригуц комплименты не те комплименты которые девушкам делает а те которые пишутся с буквой е значит это те товары которые идут в комплекте то есть я покупаю телефон потом к нему какие-то аксессуары я покупаю автомобиль мне нужен для автомобиля бензин вот эти вот товары покупаются как в комплекте что тогда получается если дополняющий товар подорожал его я покупаю меньше да да а значит туда что идет в комплекте я покупаю меньше обратная реакция тоже очень яркий пример то что произошло после 98 года ну точнее это уже лето 99 до лета 99 каким-то образом держали цены на бензин на неком неизменном уровне но вот а тут вдруг внезапно за пару месяцев цена бензина выросла в три раза заметим любые там повышение на рубль на 2 это конечно абсолютная мелочь по сравнению с тем что было тогда понятно что в стране более высокая инфляция тем не менее это выглядело как что-то запредельное что происходит в стране где такая очень высокая инфляция цены на вторичном рынке автомобилей падают раза в полтора то есть только что автомобили бы очень дорогими их купить было невозможно а тут вдруг выясняется что даже несмотря на кризис человек который все-таки сохранил какую-то работу и зарплату получает возможность дешево купить автомобиль вопрос непонятно что с ним делать дальше потому что на бензин уже денег может не хватить то есть действительно очень сильно на вторичном рынке просили цены почему потому что подорожал бензин ну а смысл покупать автомобили без бензина в общем то никакого нет то есть это вот эта вот ситуация ну наконец конечно большая часть товаров они вообще никак не связаны если у нас меняет цена хлеба то наверное это никак не повлияет на спрос на холодильнике независимое естественно мы вряд ли будем рассматривать их как так пятый фактор опять-таки очень важный для россии фактор различные слухи ожидания и тому подобное но вот были пример там и с солью и с яйцами очень яркий пример десятого года с гречкой но опять-таки вы можете этого уже не помнить тогда в москве было и не только в москве вообще в всей европейской части страны очень серьезная засуха ну и по объективным причинам гречка наверное уродилась плохо но вот и на нее цена должна была возрасти с другой стороны мы понимаем что как бы международную торговлю никто не отменял и если у нас гречка дорогая то и тут же можно привести откуда-то извне то есть конечно повышение цены грубо говоря на вот эти транспортные издержки должно было произойти но но это условно говоря там 10 20 процентов что наблюдалось наблюдалось что цена растет почему же там не на 10 на 20 раза в полтора но все говорят гречку то надо покупать потому что вот она стоила конечно 30 сейчас стоит 50 но она же будет стоить 100 рублей через некоторое время поэтому надо всем затариться гречкой люди идут там по 5 килограммов все домой тащат и самой гречкой что в итоге цена поднимается рублей до 100 что начинают говорить некоторые люди но это только начала видеть какая динамика давайте экстраполируем эту динамику через некоторое время она будет стоить 200 давайте купим по мешку гречки но ты народ тащит 50 килограммовые мешки не знаю многих они до сих пор наверное еще уже возможно испорченные где-то находятся но вот это тот пример когда в общем-то объективное сокращение предложения которое должно было вызвать некоторый рост цен превратилась вот в такой вот фатальный процесс последовательного роста цен причем как бы те люди которые только что это утверждали не говорит ну вот в ведь я же говорю что будет не 50 а 100 вот это случилось и слушайте меня будет 200 ну ты ну дальше дальше уже зависит от того насколько люди во все это дело верит чуть более недавняя ситуация декабря 2014 года ну опять таки есть две объективные причины по которым доллар должен вырасти в цене то есть он летом был 35 и он не был никому нужен то есть его покупали ровно те кто там еле ездит за границу кто работает с какими-то международными компаниями какие-то оплаты должны провести ну и так далее то есть в основном большинство людей доллары покупают ровно вот в этом количестве которое им нужно наступает осень тут вдруг выясняется что во первых цена нефти со 100 с лишним долларов падает до 60 но на тот момент до 60 а есть еще не очень хорошие прогнозы на будущее ну а кроме того россия достаточно много на занимала не государственного долга на частного долга корпорации соответственно ну россия страна которая в общем то берет деньги в больших количествах и честно вполне вовремя отдает поэтому мы являлись очень выгодным рынком и соответственно нам давали все в кредит сколько угодно но тут вдруг выясняется что по этим кредитам нужно расплачиваться по крайней мере там годовые платежи перекредитоваться не получится из-за того что после крыма введены санкции против россии и соответственно требования вот всех этих международных финансовых организаций что эти деньги должны быть возвращены то есть нельзя заново занять ну ладно надо вернуть так надо вернуть как бы деньги у компании есть но они идут на российский валютный рынок и пытаются купить те же самые доллары и евро что происходит но тоже должен быть рост средства вот то что разумно должно было произойти что рост курса доллара там с 35 там допустим до 45 возможно до 50 что происходит в реальности происходит рост до 50 и тут все понимают от доллара растет а сейчас будет 70 надо срочно покупать и все люди у кого какие сбережения есть идут на валютный рынок выстраиваются в очереди к банкам и пытаются купить эти самые доллары доллар естественно скачет до 70 все говорят ага вот мы же говорили это же правда надо все что возможно продать там подужаться но эти самые доллары купить и банки закупают там уже трехзначное табло потому что считается что доллар будет стоить явно больше 100 но заметим что прошло как бы с тех пор времени уже немало пять лет вот тем не менее мы никаких 100 сейчас не видим и даже ниже 70 в общем-то курс ну вот а в тот момент в отдельных особо наглых банках можно было увидеть там и 80 и 90 и даже действительно на что можно было кстати посмотреть что это именно такой вот ажиотажный спрос вот купить доллар за 100 в некоторых местах можно было а если у вас есть доллары по какой цене вы могли их продать 40 45 то есть как бы вот это вот гигантская маржа разница кубков курс покупки и продажи вот это вот как раз показатель насколько здесь вот этого спекулятивная составляющая присутствует поэтому если если вы видите что разница большая ну это это ровно означает что сейчас не нужно на этом рынке никаких телодвижения делать потому что собственно банк пытается нажиться на вот этом ажиотажном спросе вот при этом кстати заработать на тот момент можно было то есть просто вести себя надо было правильно надо было не на валютный рынок идти и покупать подорожавшие в два раза доллар а идти в какие-нибудь магазины где продается что-то импортная какая-нибудь техника например потому что по изменившимся курсу доллара в россии были на тот момент самые дешевые там телевизоры фотоаппараты айпады и так далее потому что цены еще прежние во многих местах вот а в долларах соответственно это уже в два раза меньше то есть только что то сто там 1000 долларов теперь стало стоить 500 и даже там в стране производители даже там юго-восточной азии или там в америке таких цен не было вот поэтому за декабрь интернет-магазины российские перекрыли полугодовую свою типичную выручку потому что на этих магазинах стали регистрироваться не только россияне но и жители других стран то есть американцу было проще iphone купить в россии чем у себя хотя это как раз очень странная ситуация то есть такого не было ни до ни после но вот в этот период где-то до второй половины января месяц для для тех кто что-то мог бы успеть он был но люди вели себя по другому потому что вот это ажиотажный спрос собственно вот этот пятый пятый пункт ожидания ожидания изменения цен если ожидания что цена вырастет по ожидаемое напишу значит надо срочно покупать пока прежняя то есть ничего на рынке не меняется но спрос начинает расти но если наоборот ожидаемая цена падает то спрос падает в связи с этим вот хорошо ли сейчас вывесить там посреди города какой-нибудь там баннер что у нас будет там с 15 декабря очень мощная предновогодняя распродажа какой-нибудь техники что произойдет многие люди начнут ждать вот этого самого там 15 декабря и естественно просто перед нынешние продажи если это действительно там не какой-то товар который нужен прямо сегодня они просто встанут то есть нельзя объявлять о том что будет когда-нибудь там в далеком будущем да вот то есть за за пару дней чтобы как раз успели набрать деньги пойти в магазине это сам это ну вот за месяц-другой это рано ну с другой стороны там то что вчера она была может оказаться поздно потому что все таки не всегда сразу реагирует поэтому но этот фактор тоже влияет но и шестой пункт ну совсем банальный пункт потому что у нас есть некий индивидуальный спрос то есть люди каком-то количестве каждый из вас из нас покупает этот товар если людей становится больше то спрос растет изменение числа потребителей ну начиная с глобальных изменений какого-то демографического плана но есть куда более быстрые изменения курортные мы сказали что это сезонность то есть это год от года да то есть индивидуальный спрос не меняется в связи с сезонностью а вот то что туристов стало больше или стало меньше да это работает вот это может быть так скажем не колебательный процесс а такой вот глобальный там в москву приезжает большое количество людей там уже там больше 15 миллионов соответственно спрос вырос где-то в северных регионах отток там деревня пустевает соответственно там спрос отсутствует и даже можно посмотреть вот я и я если там в иркутске еще цена жилья достаточно большая то если ехать какой-нибудь город там за 100 километров даже если это городом с населением под 100 тысяч цена уже в два раза ниже едем еще 100 километров и там можно купить вполне себе рабочую даже то есть в принципе нам да да даже еще какие-то коммуникации работают квартиру там купить полмиллиона трехкомнатная квартира то есть но просто все понимают что там работы нет на самом деле эти коммуникации то что они еще работают это не означает что они будут работать через пять лет то есть вот какие-то вот такие вот эффекты они случаются внутри города тоже может быть то есть начали строить микрорайон построили в центре огромный супермаркет он пустует потому что построили пока всего три дома когда этих домов стало не 3 а 33 соответственно спрос вырос потому что по и появились жильцы появились люди которые предъявляют симметричная картина наблюдается относительно предложения записываем определение друзья не очень похожи у кого есть записаны определение спроса могут просто называется два слова поменять предложение это количество товара которая производитель первое отличие потребитель сейчас производить количество товара которая производитель желает и способен произвести предоставить на рынок второе отличие произвести и предоставить на рынок за определенный промежуток времени по каждой из возможных цен за определенный промежуток времени по каждой из возможных цен определенный промежуток времени по каждой из возможных цен значит снова те же самые три важных пункта желает и способен да то есть чем больше цена тем больше желания но кстати не всегда есть возможность то есть допустим если у нас цены на нефть с 98 по 2008 год выросли с 12 долларов за баррель до 140 то есть почти в 12 раз но это не означает что мы стали в 12 раз больше нефти добывать потому что есть физические ограничения более того там сначала был рост порядка 57 процентов в год но когда в 2006 году россия перекрыла объемы добычи советского союза то есть как бы из провала вот этого вышло но то после этого дальнейший рост почти почти прекратился то есть в 2008 году на пике нефти было добыто не больше чем было до того там конечно есть призем на колебания сейчас мы произошли эти уровни но но тем не менее нужно понимать что есть какие-то отличие значит опять таки у нас есть цена у нас есть объем продаж и мы рисуем возрастающую кривую может быть прямая линия это может быть какая-то более сложная зависимость обозначается буквой с от английского supply предложение ну почему я так нарисовал выходящий как бы из оси abscess потому что есть уровень цен по которым никто не готов поставлять продукцию на рынок хотя если говорить про какие-то там книжки то довольно часто вы увидите там кривую уходящий из нуля или даже из этой оси на это просто не обращает внимание конечно здесь есть некая минимальная цена ниже который производство невозможно ну а дальше конечно предложение будет чем выше цена тем больше потому что во первых каждая из фирм будет стараться все ресурсы тратим на производство данного товара которые теперь дорогой и его производить очень выгодно но кроме того на этот рынок будут входить новые новые фирмы которые будут привлекаться вот этими высокими прибылью снова мы понимаем что есть изменение величины предложения то есть у нас была одна . мы по низкой цене предлагали небольшое количество товаров кодин а потом цена выросла до уровня p2 и вдруг фирова поняла что по таким ценам ей выгодно значительной степени перейти на производство этого товара . эта точка лежит на той же самой кривой предложение это не сдвиг предложения это но если уж говорить как формально это изменение величины предложения а вот сдвиг предложения происходит снова под влиянием некоторых не ценовых факторов что-то происходит и по каким-то причинам нас по любым ценам производители готовы поставлять продукции больше чем раньше что-то происходит и по любым ценам производители готовы только меньшее количество чем раньше производить что же это за не ценовые факторы снова по заголовок не ценовые факторы сдвигающие предложения факторы будут уже другими если мы рассматривали спрос то это поведение потребителя сколько потребитель хочет сколько он способен там доходы например какие-то колебания в виде там сезонности время там других цен там подобное здесь мы рассматриваем производитель по каким причинам он будет или не будет производить данный продукт потому что у него там условно говоря либо удельная прибыль увеличилась или уменьшилась он от этого будет менять свое поведение но либо что-то произошло с кем-то другими товарами что влияет в первую очередь на издержки производителя а как влияет сезонность ну для помидоров и вообще для продуктов которые раз в год обычно сезонность просто не рассматривается потому что месячное производство помидоров там в феврале наверное нет особого смысла изучать но это если мы рассматриваем тепличные в открытом грунте то это скорее всего просто разные товары с совершенно разными ценами и может быть тоже разными производителями вот то есть то есть все таки это сильно отличается но это скорее просто совершенно разные технологии производства которые стоят по разному ну если пытаться все-таки привлечь вот даже этот пример к классическому варианту можем говорить что очень сильно изменяется себестоимость производства да то есть те ресурсы которые которые требуются вот но это все-таки такой особый случай вот часто какие-то изменения происходят не связанные с вот с такими глобальными там что было лето стала зима и тому подобное просто меняются цены факторов производства первый пункт изменения цен факторов производства то есть всех ресурсов которые в процессе производства используются это сырье это какие-то материалы комплектующие это заработная плата что происходит например если на рынке подешевелось сырье мы можем закупать сырье более выгодно с лица нам производить становится более выгодно при тех же ценах цены на данном рынке неизменное предложение выросло если там профсоюзы потребовали повышение заработной платы вынуждены платить повышенную заработную плату производить имение выгодно предложение падает собственно кстати примеры но наиболее наверное явные для россии все-таки профсоюзы не является какой-то такой совсем значимой силой ну вот а вот допустим в штатах в период великой депрессии в глубину экономического кризиса профсоюзы внесли свою очень серьезную и причем отрицательную лепту потому что они не разрешали фирмам понижать заработную плату даже в случае если рабочие сами готовы были работать за меньшие деньги как бы всюду безработица люди хотели бы остаться на работе ну вот просто из говорят нет вот у нас зарплата должна такая это минималка ниже мы не позволим что делает фирма фирма разоряется закрывается в итоге даже меньшую зарплату люди не получают то есть вот это вот монополии не давали снижать цены а профсоюзы не давали снижать зарплаты но при этом в общем-то по-хорошему все это должно варьироваться достаточно гибко но вот этого тогда тогда не было и получается ну кроме того еще бы было две части работа часть в профсоюзе соответственно они живут достаточно хорошо потому что их там сложнее уволить и тому подобное а те кто не входят в профсоюз они оказываются за бортом и огребают по полу вот но в любом случае это естественно влияет на предложение второй фактор который двигает предложение однозначно в сторону повышения это новые технологии почему однозначно в сторону повышения потому что зачем внедрять технологии которые которые хуже чем старая понятно что может быть в каких-то особых случаях в реальности такое возникало но конечно это не является экономически эффективным а вот новая технология которая более экономная более дешевая там позволяет там лучше работать с какими-то остатками материалов позволяет меньше использовать рабочую силу соответственно у нас удешевляется производство потому что там все автоматически происходит но вот соответственно все эти новые технологии приводят к тому что предложение растет третий фактор государство может вредить на эти процессы а как через что то есть какие-то экономические меры понятно что государство всегда очень любит каким-то административными мерами что-то решает там заставить что нужно произвести или запретить все это делать но если не а есть и не специальные налоги то есть как бы любые налоги вот ндс у нас повысился означает ли что это как-то повлияло на предложение конечно потому что вместо 18 процентов платить 20 и по прежним ценам многие производители не готовы это делать то есть они просто ну в итоге в итоге у нас предложение сократилось а цена равновесная чуть выросла каким-то образом перераспределившись между потребителем производителя вот но она отдельные товары есть действительно отдельные налоги акцизы которые там на алкоголь на секрет и то что меньше знают то что на бензин например есть акциз то есть это те налоги которые меняют непосредственно цену определенного товара если на какой-то товар акциз увеличивается то соответственно его предложение уменьшается для этого и сделал акциз там на алкоголь на сигареты для того что вот эти вот вредные товары продавались в меньшем количестве ну и в общем то это очень разумная именно экономическая мера то есть мы не запрещаем мы вполне себе позволяем тем кто готов платить это делать соответственно компании могут производить и гостарство может на этом зарабатывать но при этом будет все-таки потребляться в меньшей степени потому что собственно в цене дешевого алкоголя 80 процентов цены это акциз если мы видим акцизную марку то это не что иное как сведеть того что акциз уплачен третье это налоги а вообще налоги наоборот которая называется субсидии если государство субсидирует какое-то производство товара это означает что этот товар можно теперь более дешево приобрести то есть предложение этого товара растет налоги и субсидии но направление думаю здесь понятно из налоги увеличиваются предложение падает есть налоги уменьшаются предложение растет значит заметим что это налоги и субсидии до производителя начиная ндс налог на прибыль акцизы там ндп и и так далее подоходный налог у нас влияет на потребитель это другая сторона нас там был пункт доходы и вот там сидит ндфл четвертый фактор но наверное 4 5 и 6 будут очень похоже на то что мы писали про спрос только способ воздействия будет немножко отличаться четвертое изменение цен на другие товары фактор ровно тот же а механизм воздействия чуть иной и здесь в основном все связано с перераспределением там инвестиций в те сферы которые приносят больше прибыли тоже вот такой вот яркий пример из российской правда вы довольно давней практике 2007 год осенью в россии примерно в два раза дорожает сыр это конечно тоже есть но конечно гораздо меньшего масштаба здесь например молоко не меняется сын что происходит на этом рынке что выгоднее теле молокозавода делать производить сыр они просто продавать молоко средства все имеющие мощности которые могут молокозавод задействовать на производство сыра он переключает на производство сыра повышение цены сыра приводит к тому что уменьшается предложение молока потому что его используют в другом варианте если мы рассматриваем скажем разные отрасли но вот опять какой-то надо взять относительно глубокий кризис ну скажем 8 9 год очень показательный в этом контексте вот 8 год рассматриваем какую-то компанию ну среднестатистическую российскую компанию из пищевой промышленности ну работает производит такой продуктом приносит словно говоря там 15 процентов прибыли это хорошо в период экономического подъема как-то слабовато да то есть все говорят вот там девелоперские проекты которые при приносит 50 процентов прибыли 60 процентов прибыли вот туда надо все деньги пихать много инвестиций идет пищевую отрасль нет немного проходит год наступает кризис довольно жесткий кризис но кушать то нужно всегда естественно так компания пищевой промышленности по-прежнему имеете самые 15 процентов прибыли только год назад на нее смотрели как на идиота которая вкладывая деньги не весь в что а тут все в убытках а тут 15 процентов прибыли тут в ноль бы выйти всем данная компания работает вполне успешно надо вот в эту отрасль вкладывать быть такими же как они какие они молодцы а те которые год назад получали строительство по 50 70 процентов годовых теперь не могут продать то что они построили год назад ну или собственно вот жилье которое построено в 8 году очень часто в девятом десятом там до 11 продавалась дай бог было по разумной цене продано при том что цены упали то есть там готовы были в ноль выйти это вообще идеал то есть вот происходит год происходит и заменение цен на другие товары на недвижимость цены падают и соответственно капиталы приходят в пищевой отрасль то есть вот некоторое обновление значит первое обновление было очень сильное в 90-е годы то есть первая отрасль которая стала в 90 активно выходить из кризиса опять-таки при поддержке иностранных инвесторов почему потому что кушать нужно всегда спрос на эту продукцию есть всегда и сколько бы там человек не зарабатывал даже если он живет не очень хорошо у него на еду деньги в первую очередь найдутся а вот покупать недвижимость ну как-то не до этого но там техника или мебель это что-то промежуточное то есть это позже чем пищевка но раньше чем недвижимость вот получается вот такие вот последовательные изменения пятый фактор ожидания ожидания но снова наверное изменения цен в первую очередь ожидания изменения цен тоже такой фактор был только он тоже работает чуть-чуть по-другому если вдруг ожидается что на данный товар будет высокий платежеспособный спрос то есть цены на нем там через полгода сильно вырастут что должна делать компания сделать этот товар то есть ну а для того чтобы сделать нужны наверное новые производственные мощности то есть она закупает мощности там выходит на поставщиков сырья чтобы повышенное количество сырья закупать нанимает новых рабочих которые смогут этот товар производить что быть готов чтобы не потерять рынок на высоком спросе но если мы уже все это дело сделали то зачем нам нанять рабочих чтобы они просто его и средства мы уже сегодня начнем производить там чуть побольше чем раньше на постепенно выходить на вот эти вот большие масштабы которые будут там спустя полгода но соответственно в этом смысле у нас предложение может вырасти другая возможная реакция если товар не выходит из строя из его недорого хранить если он не испортится в конце концов что можно сделать нас через полгода его можно выгодно продать сейчас не очень выгодно давайте-ка его придержим тоже возможный вариант действия естественно если вот этот фактор доминирует то предложение упадет вот но дальше зависит от товара если это продукты питания то вряд ли на полгода нам получится его придержать если это там не знаю какая-нибудь одежда выйдет из моды там и вообще было уже прошлого сезона соответственно вряд ли это стоит если это какие-нибудь словно говоря кирпичи а почему бы и нет да то есть будет выгоднее продать там через определенное время давайте это сделать вот средства тут уже зависит от того какой фактор является доминирующим но вот но тем не менее наверное цены изменения цен в будущем будут влиять на сегодняшнее поведение экономических ракет ну и шестой фактор последний фактор это изменение числа производителей изменение числа производителей больше производителей новые производители выходят на рынок и в итоге у нас предложение совокупное растет что мы последним делом можем сделать мы можем нарисовать функции спроса и предложения на одной картинке вот у нас была убывающая функция спроса вот у нас возрастающая функция предложения раз одна убывает 2 возрастает здесь на не где-то пересекаются что это за . . равновесие последнее на сегодня определение . равновесие . равновесие . в которой спрос равен предложению . в которой спрос равен предложению . в которой спрос равен предложению . геометрически у нас это будет точка пересечения двух графиков ну а алгебраически если у нас есть функция спроса и функция предложения в каком-то виде записано то мы просто их приравниваем и можем найти равновесную цену p со звездочкой и равновесный объем q со звездочкой который будет реализован на рынке но уже подобного рода задачки будем решать завтра всем на сегодня мы заканчиваем